Армяне грозятся устроить хаджалы 2,0 в Казахстане, фотофакт о событиях в Казахстане ходит много разговоров и выдвигается много предположений. Напомним, 6 января президент Касым Жамарт Такаев обратился в ОДКБ с просьбой о помощи. Россия, Беларусь, Таджикистан, Армения и в последний момент, Кыргызстан направили в Казахстан своих военнослужащих. По этому поводу озвучиваются различные мнения и точки зрения. Некоторые политические круги считают ввод сил ОДКБ в Казахстан преждевременным шагом. Однако данная категория людей в упор не хочет осознать, что ситуация в Казахстане стремительно вышла из-под контроля. Воспользовавшись недовольством граждан Казахстана повышением тарифов на газ, множество криминальных элементов и рецидивистов устроили в стране хаос, мародеры начали грабить банки, торговые центры, магазины, объекты общественного питания, даже дома простых граждан. Сообщается о зверских убийствах сотрудников правоохранительных органов со стороны зачинщиков беспорядков. Но перейдем к главному моменту, который многим экспертам показался абсурдом, Армения отправила в Казахстан 100 военнослужащих. То есть, потерпевшие сокрушительное поражение, не обладающие необходимыми боевыми навыками, склонные к дезертирству армянские военнослужащие будут защищать или охранять стратегически важные объекты в Казахстане. На них висит ярлык лузеров, и в Казахстане армянские вояки будут выглядеть лишь в качестве символа провала. Примечательно, как отреагировал на данную информацию армянский сегмент соцсетей. Среди комментариев можно встретить язвительные насмешки в адрес премьер-министра Никола Пашиняна, который придя во власть села Улицы и называя себя демократом посылает солдат усмирять граждан чужой страны. Однако самой вопиющей реакцией оказалось желание радикально настроенных армян устроить геноцид казахам, подобным в Хаджалы, где в 1992 году произошло массовое убийство азербайджанцев со стороны армянских вооруженных формирований. Так, армянский фашистский элемент, именующий себя Раиком Абрамяном опубликовал пост следующего содержания «Скоро устроим казахам свой хаджалу», орфография автора поста сохранена, РЭД. Вся та грязь, что скрывается за одним этим выражением, уже омерзительна. Цинизм и гордость, с которым говорит автор комментарии об этом ужасном кровавом преступлении, учиненном его соотечественниками, и которым он грозит казахскому народу, наглядные доказательства истинного армянского фашизма. Фашизма, который свидетельствует о грязной российской политике, основанной на чрезмерной дикости и жестокости в отношении тюркских народов. Мнение Абрамяна поддержали и другие армяне, и стоит еще раз отметить, таких армян находится в довольно большом количестве. Так, некий Арсен Бабаян, в ответ на публикацию Раика Абрамяна пишет, «А я лично рад, что наших туда отправили. Пусть накажут этих дикарей, эти казахи по сути те же самые азырии турки, только узкоглазые, так что работайте, братья, орфография и пунктуация автора сохранены, РЭД». Другой последователь армянского фашизма Арутюна Копян написал, «Верю в наших парней, надеюсь помогут усмирить беснующийся кочевой скот, также жду видеоотчеты, как наши ребята развлекаются с айгульками и жансаями, орфография и пунктуация автора сохранены, РЭД». Какой вывод можно сделать из вышеперечисленного? Среди армянского народа до сих пор находятся особи, являющиеся дикарями в человеческом обличье, типичными расистами с фашистским образом мышления. Таких пока еще предостаточно и Армении, видимо, еще предстоит пройти долгий путь денацификации части граждан.